И, наконец, настало время нарисовать нашего персонажа, который будет отхватывать все эти плюшки, падающие сверху. Ну и, конечно же, не только сверху, но и вообще со всех сторон. Но вообще сама концепция персонажа, которая была взята из какого-то примера платформерного для геймейкера, она меня, в принципе, полностью устраивает. Поэтому я буду сделать что-то похожее на это. Это будет тоже что-то вроде желейки. Привет, Сиклир! И, в принципе, ничего лишнего, наверное, добавлять даже не будем. Но нарисовать что-то свое нам все-таки необходимо. Также цвет у нас будет примерно такой вот белый, белый-голубой такой светлый, а цвет неба синего, голубого, ясного, дневного. И давайте начнем. Для начала я возьму какой-нибудь темный цвет, самый темный, который будет у этого персонажа. Возьму карандаш и буду уже делать основу. Можно сейчас сделать разные концепты. Например, такой вот полуколобок. Можно сделать именно с целого колобка, как будто он круглый. Можно сделать квадратик. Ну, точнее, не совсем квадратика, а что-то более такое прямоугольное. И посмотреть, что из этого будет лучше. А вообще играть проще будет, конечно же, именно прямоугольничком. Так как он занимает меньше места, и, соответственно, меньше плюшек он будет на себя ловить. Ну, а сейчас мне пришла идея сделать что-то вроде выбора игрока, или, например, бонусы, которые будут этого игрока изменять. Я думаю, это получится прикольно. Так же можно попробовать сделать пиксельного совсем человечка, соответствующих размеров. Здесь уже можно изменять пропорции, сделать ему голову больше, либо меньше. Вот что-то типа такого. Просто здесь уже нужно соответствовать, скорее, стилю игры. Но, если какие-то концепты вам нравятся, а добавить в игру их, ну, как-то не очень, а можно и сделать из них что-то вроде пасхалок, либо дополнительных скинов в магазине и так далее. И когда основа темная у нас уже есть, можно рисовать уже поверх них всякие мелкие детали. Сейчас я просто скруглю этого колобка немножко. Вот так. Создам новый слой и буду уже рисовать более светлым цветом. Для этого я нажму X, чтобы менять цвета местами. Это очень удобно. И выберу какой-нибудь такой светло-бежевый-голубой цвет. Добавлю ему объема. Даже несмотря на то, что это, скорее всего, будет плагиатом от данного персонажа, я думаю, ее все равно можно будет оставить, так как игра, в принципе, не коммерческая, все дела. Ну, посмотрим. Может, мы ее сейчас даже так изменим, что никто не узнает. Можно, конечно, сделать ее совсем желейкой, чтобы она была практически прозрачной. И добавить, конечно же, тень. Я добавлю тень от самого персонажа. И на персонажа. Вот, теперь у нас получилась объемная желейка. Если тень получилась слишком такая темная, можно ее немного осветрить с помощью непрозрачности, либо заливки, либо с помощью всяких яркостей, контрастности и так далее. Так, на этом слое у нас будут тени персонажей. А, в принципе, не обязательно всех их делать, конечно же, там синими, голубыми, ну, в смысле цвета. Можно их сделать и там какими-нибудь зелеными. Так, планшет опять глючит. Окей. Вот, ну, вообще, под синий вот этот фон у нас подойдет вот такой вот желтый, белый, как вот на этом лезвии. Соответственно, сам голубой, который будет отличаться от более фиолетового фона и темно-синих тайлов. Красный, конечно же, тоже будет очень сильно выделяться, поэтому этот вариант мы тоже оставим. На это, в принципе, даже их вот так вот вынесем, как, типа, палитру. Это у нас будут цвета персонажей. Можно попробовать красный. Не знаю, насколько хорош будет красный. Тут нужно подобрать грамотный оттенок. Такой, в принципе, розоватый, довольно выделяющийся смотрится. Можно будет попробовать такой. Основной цвет у нас был вот таким. То есть, довольно далеко от него ушли. Добавим его. У нас получился флаг России. Так. Ну и, конечно же, желтый. Здесь он больше зеленый. Давайте сделаем его более желтым. Ну вот, отлично. Вот такие вот цвета персонажа мы можем использовать, собственно, в этих спрайтах. И тогда они будут довольно гармонично вписаны в нашу игру. И сам персонаж будет смотреться довольно гармонично. Так. Я сделаю папочку персонажей. И совсем четвертым уже слоем я буду каким-нибудь черным цветом добавлять уже какие-то мелкие детальки. Так, что-то кисточка не рисует. Вот теперь все как надо. Что мы можем здесь добавить? Мы можем добавить глаза. В принципе, мы можем много чего здесь добавить. Это уже будет зависеть от нашего дизайна персонажа. Но не стоит забывать, что персонаж у нас маленький. Так, что-то настройки постоянно сбиваются. Вот так вот. И слишком много деталей на него добавлять не нужно. Пожалуй, я не буду использовать черный цвет. Я использую какой-нибудь там желтый, либо красный. Ну, красный у нас уже будет, скорее всего, не совсем похож на положительного персонажа. Поэтому пока оставим. Положительных персонажей будут в основном большие глаза. И глаза будут каких-то таких вот теплых оттенков. Но при этом, как бы так сказать, они не должны быть вызывающими. То есть, например, красный цвет, он у нас довольно вызывающий. Такие вот большие черные глаза, которые можно разбавить немного белым. Там, блики добавить. Либо желтым, чтобы они совсем уж черными не были. Опять же, все зависит от стиля, как это вообще в итоге будет смотреться. Можно добавить ему красные щечки. Чтобы он совсем уже был няшкой. А если это требуется, конечно. Вообще, в такой стилизации это больше подошло бы к персонажам женского пола. В общем, я думаю, саму суть вы уже поняли. Вообще, если мы хотим сделать, допустим, женского персонажа в такой стилизации, то глаза будут там еще больше. И плюс к тому будут там какие-нибудь ресницы. Вообще, ресницы на глазах это всегда практически символ того, что персонаж женского пола. Ну и там можно попробовать добавить губы и так далее. Но сейчас нам этого ничего не нужно. А меня, в принципе, устраивают такие небольшие глаза. А где-нибудь далеко друг от друга. Либо совсем уж рядом. Продублирую папку с персонажами и солью ее в один слой. Я, в принципе, сейчас хочу сделать... Нет, не в один. Вот так. Без рук. А сейчас я хочу попробовать сделать этого персонажа чуть более сплюснутым. Вот так. И все-таки ему нужно добавить каких-то деталек. Только каких я пока еще не знаю. Поэтому сейчас буду просто рисовать всякие разные варианты. И, возможно, какой-то из них мне уже понравится и я его использую. Так, ну что ж, я тут немножко порисовал персонажей. И давайте посмотрим, что у нас уже получается. А я специально поставил на паузу, чтобы процесс не записывать. А потому что... Ну, это все-таки был тестовый вариант. И самого персонажа, главного героя, мы будем рисовать уже именно на видео. А пока что, сама эволюция стиля, которая сейчас произошла. А все началось с вот такого вот концепта, когда я ему просто нарисовал подзубие волос и сделал такую вампирскую улыбку. А дальше я уже его изменил цвет ему на примерно фиолетовый или лиловый, что-то вроде того. И затем уже сделал его совсем уж красным, каким-то таким дьявольским. И добавил ему всякого желтого свечения, как у тыквы на Хэллоуин. А затем мне пришла идея сделать ему что-то вроде рогов. И, наконец, я его продублировал сюда. Здесь просто вот оставил, чтобы вам показать. И теперь я с помощью Ctrl-B, цветовой баланс, и вот этих вот ползунков, я их, в принципе, переместил до конца вниз. И поэтому получился вот такой вот синеватый оттенок, тоже больше похож на фиолетовый такой розовый цвет. Затем я уже убрал саму желейку. Я ему, как видите, подрисовал ноги, еще даже на этом этапе. И добавил ему впадина на глазах. Также, учитывая освещение, что снизу у нас синий цвет, я ему добавил синие оттенки на ноги и на брови, так как они выпирают и ловят на себя весь свет. А также жилки на рогах сделал синим цветом. И сам причесон здесь сделал уже более плоским. И, в принципе, с каждым шагом я все больше его улучшал в плане детализации. Добавил ему такие вот щечки. И, наконец, уже... Кстати, как видите, здесь уже есть обводка. В остальных вариантах ее нет. И уже почти финальный вариант. Уже здесь впадины довольно... Ну, для глаз уже довольно хорошо видно. А в пиксель арте это очень важно. И, в принципе, персонаж почти готов. Но это будет не главный персонаж. Возможно, я его использую в игре. Возможно, и нет. Итак, как видим, рога у нас практически не выделяются. Их почти не видно. Поэтому сейчас будет вполне логично их усилить. Что мы для этого сделаем? Отдалим. И просто сделаем цвет более плотным. Теперь они выделяются слишком сильно. Немножко убавим. А, я их делал не на том слое. Ну да ладно. А теперь можно взять темно-синий цвет. Не черный, а именно темно-синий. И прорисовать что-то вроде жилок. А теперь они явно выделяются. Но не совсем так, как бы им не хотелось. Вот, я думаю, сойдет. И, наконец, сам причесон. Ему тоже можно сделать каким-то более таким желтым, более ярким. Добавить разделение. Теперь вроде бы все как надо. Разве что с глазами. Можно немного еще пошаманить. Я с помощью умножения сделал вот такую тень на глаз. Посмотрим, как тут будут смотреться руки. Такие же колобковые. Продублируем слой и за персонажа поместим. Вот. Такой вот у нас почти дьяволенок получился. Смотрится, в принципе, нормально. Поэтому его уже можно оставить. Как видите, мы довольно далеко ушли от основной концепции. Вот такой вот жилейки. И я думаю, этого персонажа можно еще немножко изменить. И я теперь хочу сделать его все-таки более красным. Точнее, само его тело. Я думаю, такой красный вполне подойдет. Здесь он такой бледный, потому что я просто постарался учитывать освещение. То, что сверху оно желтое, а снизу синее. И поэтому у нас получился такой лиловый. В принципе, можно попробовать оставить и такой ярко-красный вариант. Руки можно сделать как красными, так и вообще какого-нибудь там безумного цвета, чтобы они отделялись от персонажа. Тоже хороший вариант, кстати. Можно вообще их делать какими-то наоборот очень темными. Я обычно делаю руки светлее самого тела. Так, запоминаем. Плюс 55 И плюс 20 Здесь оставим на нуле. И теперь те же самые числа Мы вводим На другой руке. Плюс 50 Плюс 20 Смотрим Ну что ж, вполне неплохо. Хоть и можно еще, опять же, что-нибудь доизменить. Здесь уже дело вкуса. Всякие там прически можно попробовать сделать новые. Такой вот банк. Как видите, вариантов Бесконечное вообще количество А все зависит лишь от вашей фантазии. Вот. Поэтому я этого персонажа пока просто оставлю Где-нибудь здесь в сторонке. Мы его удалять не будем. Сейчас я это все солью в один слой Чтобы не мешалось Вот так пойдет Эти варианты уже можно удалять спокойно И вот что в итоге у нас получилось Это вот такой вот персонажик С учетом всех источников освещения И всего подобного Сейчас мне чем-то напоминает демона из Вормикс Только сейчас начал мне его напоминать Не знаю чем И как видите, я заменил ему вот эти вот Три зуба на что-то вроде улыбки С двумя торчащими кулыками Должно смотреться довольно прикольно Сейчас посмотрим И в принципе, на мой взгляд, смотрится действительно Прикольно И входит в нашу игру без особых проблем Поэтому мы его оставляем Так называем его Тема И здесь уже нам самим решать Будет ли это Скином Там какой-то пасхалкой Может просто будет какой-то другой персонаж Либо мы как-то изменим концепцию И это будет наш главный персонаж Но как правило Главные персонажи, антагонисты Они у нас синего цвета А протагонисты Они у нас красного цвета Хотя, по-моему, все наоборот Но думаю, не важно Саму суть, я думаю, вы поняли Бывают все-таки всякие исключения Когда злодеи синего цвета А герои красного Все зависит от вашей идеи И давайте, наконец, нарисуем нашего персонажа Уже для игры Мы можем взять за основу Нашего вот этого чудика И просто его всячески Обрисовать и переделать Чтобы уж с нуля совсем не начинать И первое, что мы уберем Это рога Потому что они острые От них можно уколоться И, соответственно, у игрока ощущение Что этот персонаж плохой Либо мы можем сделать эти рога Какими-нибудь круглыми и маленькими Затем прическа Ну, прическа здесь Тоже довольно-таки Бунтарская такая Острая Ее можно сгладить Как можете помнить Хорошие мальчики Всегда прилизаны У них нет каких-то там Шухеров на голове и так далее Если вспомнить вот эти школьные времена Вот так А затем Сам цвет персонажа у нас Будет синий Я использую тонирование Чтобы сразу Изменить полностью Цвет Так, стоп Не сюда Вот так Чтобы изменить сразу Цвет всего персонажа Также немного увеличу его яркость И насыщенность Вот такой вот цвет Я думаю, вполне подойдет Посмотрим, как у нас Будет смотреться здесь Ну, слишком как-то темно Также можно использовать Ctrl-L уровня Либо Ctrl-M кривые Вот так Ну, как теперь мы видим У персонажа слишком Глубые тени Получились Как обводка Не знаю, насколько это сейчас Будет хорошо или плохо Так, но лучше пока вернем обратно Используем сейчас Кривые Может результат Будет чуть поинтереснее Окей И теперь, что мы делаем С глазами Во-первых, убираем вот эти впадины Такие вот зверски злобные Здесь также можем добавить Какого-нибудь желтого цвета Волосы Я бы даже добавил Какого-то золотистого Потому что слишком желтый цвет Он, ну, не очень Рога можно сделать белого цвета Заострять рога не надо Я просто делаю их чуть-чуть потоньше Как видите, они здесь скругленные По сравнению с вот этим острым И сами глаза Можно сделать гораздо больше И, кстати, даже можно сделать их ближе друг к другу И, как правило, у хороших персонажей Глаза более округлые Да и сами по себе Они состоят из более таких Скругленных форм В то время как злодеи Из более острых Каких-то так Треугольных В общем Все, что может уколоть Или Все формы Об которые мы можем Пораниться Это, например, треугольник Просто какой-то острый угол В том же квадрате Или прямоугольнике Можно попробовать Вообще использовать Такую стилизацию И сделать ему Как будто один Такой большой глаз Но Парочка пикселей Все равно их будут разделять И поэтому Они будут выглядеть как два И, конечно же Зрачки А, как видим У злого персонажа Их нет У него просто Какое-то такое Зловещее свечение Здесь зрачки Что-то смотрится Не очень Все-таки Такой глаз Не подойдет Под нашу стилизацию Поэтому Используем Те же сахные квадратики А глаза Можно сделать Чуть поближе Тогда мы получим Нужный нам эффект Что еще Вот сейчас я сделал Да, маленькие такие точки И мы видим Что персонаж У нас от этого Злее не стал Ну, в принципе Это все потому Что Он нас уже Сделал Более добрым У нас От доброго цвета И Из круглых Добрых форм Поэтому У нас злым не выглядит А в нашем случае Если мы сделаем ему Глаза больше Он будет выглядеть Просто-напросто Младше Сталось только Определиться С цветом глаз Для него И В принципе Персонаж Будет практически готов Но Судя по всему Черный свет Все-таки Подходит здесь Больше всего Добавляем ему Брови Кстати У злодеев Можно также Не рисовать Брови Или Какие-то там Черты леса А вспомните Того же Волон-де-Морта Который Без носа И по-моему Он кажется Без бровей Я точно уже Не помню И да Секунда гугла И Волон-де-Морта Без бровей Ну в принципе Кому это важно Так Мы в принципе Уже почти Закончили Персонажа Как видите Я ему не нарисовал Рот Мне кажется Он ему здесь Не нужен даже Только если Какую-нибудь Такую Маленькую Точечку И то Мне кажется Без нее Все-таки Он как-то Поприкольнее Смотрится А теперь Нам нужно Доделать Эти волосы И Персонаж Готов В таком Блик За счет Чего достигается Нужная Контрастность И Поэтому Они смотрятся Довольно Миленько Большинство Деталей У нас все равно Не будет видно Их В принципе Уже сейчас Не видно При небольшом Удалении Оно В том Что Если У нас Там Просто Будет Какой-то Кусок Цвета Просто Пятно Вот Например Как Вот Эти Пятна Для Палитры Они Будут Смотреться Не Очень В Тему Точнее Не Совсем Гармонично Будут Вписываться В наш Стиль Так Ну Что С Этим Писанажем Мы Вроде Как Закончили Проверяем Его Уже Здесь И Он Довольно Так Неплохо Выделяется Его Видно Можно Всякие Плюшки Для него Попробовать То есть Также С помощью Цветового Баланса Как-то Изменить Его Оттенки Вот Так И Разве Что Я думаю Стоит Сделать Более Темными Ему Лапки Ну Вот Кажется И все С этим Персонажем Теперь Его Можно Только Немножко Разрезать И Уже Анимировать Но Об этом Я думаю Не стоит Снимать Ролик Хотя Давайте Сделаем Об этом Следующий Эпизод Про Анимацию Этого Персонажа Посмотрим Как он Отличается После Изначального Он У нас Более Фиолетовый Более Контрастный И Немножко Изменены Контуры И В принципе Это произошло За счет Того Что Как раз Изменился Сам Цвет Вот Впрочем То и Все И Теперь Мы Этих Персонажей Просто Оставляем Вот здесь И Следующей Части Мы Будем Их Разрезать Ну Вот Собственно И Все Запасаемся Как всегда Печеньками Чаем И Ждем Пока Загрузится Следующее Видео